В Ульяновске открылось Чувашское подворье, оно расположилось на территории культурного комплекса. В перспективе там намерены объединить представителей всех народов, которые проживают в области. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Старинный быт здесь воссоздали в точности. Станок для пряжи, каменная печь, деревянная колыбель для младенцев. Эти экспонаты преподнесли в дар местные жители. В культурном комплексе «Национальная деревня» Чувашское подворье открывается первым. Для представителей автономии республики это значимое событие. Национальное движение у нас впервые еще в СССР в 1989 году тут начиналось. Мы его продолжили и до нас были продолжатели, вы все знаете, что колыбелью чувашской культуры. И новой письменностью является Симбирский Иван Яковлевич Яковлев. Мы продолжаем, живем его заветами. В подворье гостей будут знакомить с культурными традициями и жизненным укладом чувашского народа. Добавят колориты и национальные блюда. Здесь возвели ресторан, гостиницу, избу и даже черную баню. Эта площадка, отмечает глава области, станет символом дружбы двух регионов. Я от души благодарю нашу областную чувашскую национально-культурную автономию за по-настоящему огромную работу, благодаря которой стал возможен сегодняшний замечательный праздник. За то, что практически всегда именно ваша организация первая откликается на все региональные инициативы и добрые дела. Чувашская культура впечатлила и другого почетного гостя праздника, легендарного хоккеиста Владислава Третьяка. Очень красивые, одежда красивая, и песни прекрасные, они такие звучащие. Вообще народ прекрасный, дай бог здоровья всем. Главы регионов уверены, что дружеские связи между областью и республикой продолжат укрепляться. Мы берем всегда лучшие практики для того, чтобы претворить у себя. Делегации Сулянской области приезжают к нам, предприниматели, бизнесмены общаются. Наша задача создавать и в дальнейшем для них комфортную среду, чтобы мы развивались динамично по сравнению с другими регионами Российской Федерации. Мы очень внимательно смотрим за вашими производственными успехами, особенно в агропромышленном комплексе. И я считаю, что один из самых-самых опытных руководителей среди субъектов Российской Федерации, который понимает, что такое сельский уклад жизни, как сделать так, чтобы село очень быстро развивалось, конечно, это Михаил Васильевич является. В Чувашском подворье разбили аллею дружбы. Первые туи посадили главы регионов. Вслед за Чувашским подворьем в культурном комплексе появятся и другие. В ближайшее время в национальной деревне пропишутся татары, армяне, евреи и осетины. Медрик Ковалев, Рассель Мухаммедов, Республика из Ульяновска.